доброе утро дорогие подписчики с вами андрей и сегодня наконец-то пришел тот день когда мы сделаем выбор в пользу какого-то точильного камня который нужен для работы в общем здесь у меня на выборе два камня оба нет производителя шаптон один камень это шаптон курамаку или шаптон про номер 320 грубый камень обдирочный идет он вот в такую пластику упаковки предназначен для большинства ножей здесь вы можете видеть какие ножи вам подходят лучше всего ну и также шаптон глаз номер 120 такая вот очень симпатичная классно упаковочка выглядит очень круто и сзади артикль номер так что сегодня мне нужно сделать выбор я уже пользуюсь номером 320 от xerox и мне нужен камень который будет немножечко погрубее вот и я скорее всего склоняюсь к номеру 120 потому что камень мне нужно погрубее для того чтобы обдирать быстрее сталь с ножей для правки ножей иногда приход очень скажем так ножи в довольно плохом состоянии и забирает очень много времени для того чтобы их чтобы создать новую кромку ободрать скажем старую сделать новую и для этого мне требуется грубый камень я почитал немножко посмотрел в интернете почитал много очень хороших отзывов о шаптон курамаку и о шаптон глаз но мне мне нужен камень грубый так как номер 320 у меня уже есть он работает довольно хорошо но на мой взгляд шаптон xerox 320 как-то очень быстро вымывается я думаю что этого камня мне надолго не хватит и поэтому я решил прикупить еще один скорее всего я возьму себе номер 120 от шаптона единственная проблема что меня останавливает что я не знаю потом как их выравнивать потому что инструмент от шаптона стоит довольно дорого даймонд лапинг плейт стоит она реально дорого и что вправлять глаз то он не знаю нужно будет как-то посчитать посмотреть ну что давайте наверное все таки определимся сделаю я свой выбор в пользу шаптон глаз это будет мой новый камень для работы на что давайте откроем и посмотрим что он из себя представляет еще сделаем небольшой тест я подготовил держатель от на него коврине оригинальный для шапка другого производителя и хотелось бы посмотреть залезет ли он вообще ну так выглядит упаковка камень просто выдвигается все ничего тут нету вот собственно и все обычно бумажная упаковка идет инструкция японцы наконец-то стали делать на английском языке добавлять есть инструкция почитайте как правильно использовать говорят что нельзя оставлять в камень в воде все что вам нужно это просто побрызгать водой и он готов к использованию также не оставляйте его на солнце на прямых солнечных лучах нельзя высушивать при вентиляторе нельзя подвергать высоким температурам держать нужно в доме нельзя мыть камень также в горячей воде можно мыть в теплой воде или в холодной и нельзя мыть с химикатами и также нельзя мыть посудомоечной машине но если вы будете соблюдать все эти правила я уверен что ваш камень прослужит вам долгие годы итак сам камушек выглядит вот так вот эта сторона стекло это не рабочая поверхность рабочая поверхность вот она бело-серого цвета скажем так по ощущениям ну довольно да грубо но это нормально потому что камень номер 120 и так что у нас написано вообще на камне здесь у нас стоит наверху артикель номер то есть его код 120 это grid зернистость и 122 с половиной это сколько микрон сколько микрон также сбоку умеется здесь у нас видимо какой-то код партии скорее всего как я предполагаю ну и все больше ничего здесь нету сам камень весит около вот здесь наш камень камень весит 425 грамм довольно легкий камень держатель к нему потребуется однозначно ну да что еще сказать про него углы уже немножечко обделаны то есть можно не бояться что вы порежетесь уже это производитель сделал для вас камень приклеим как я понимаю приклеить просто на стекло стекло это как площадка получается ну и все вот такой камушек от шапка сейчас мы сделаем маленький тест посмотрим как он залезает у нас защелку на него точилку на стандартная да спокойно заходит проблем нету длина у этого камня 210 миллиметров что я бы сказал довольно много в общем многие камни делаются с размером 180 миллиметров 210 это уже просто монстр ширина у него по моему 6 сантиметров до 6 сантиметров 60 даже 7 миллиметров это очень круто и рабочая поверхность она всего лишь 0 5 миллиметра то есть белая 0 5 миллиметра ну что я очень excited по-английски уже попробовать этот камушек хочется попробовать его в действии хочется попробовать его в работе на данный момент у меня нету ножей с которыми я мог бы поработать но думаю в ближайшем ближайшую неделю какой-нибудь ножичек до придет и мы обязательно его затестим ну все на этом закончим наверно наш небольшой обзор шахтан глаз номер 120 и скоро скоро мы будем его тестировать не забез не забудьте подписаться на канал если вам было интересно будут выходить новые видео и я желаю вам хорошего дня и до новых встреч всего доброго пока